Привет! В эфире All In от Игромании, со мной ведущей Дашей Вунтиной. После трейлера GTA 6 вокруг игры было очень много новостей. О них я обязательно расскажу, но в мире происходят и другие события, поэтому сегодня ты узнаешь. Как Bethesda испортила Skyrim, PlayStation расстроила своих фанатов, а Batman Arkham Knight стала чуть ли не худшей игрой на Nintendo Switch. Я не знаю, готов ты или нет шутки отставить, ну а мы начинаем. GTA 6 теперь повсюду. Трейлеру игры понадобилось всего 33 часа, чтобы собрать больше 100 миллионов просмотров. Ролик уже установил рекорд, вернее даже несколько рекордов. И это самое просматриваемое не музыкальное видео на Ютубе, чьи просмотры за сутки превысили показатели Мистера Биста. Это единственный игровой трейлер, показавший такие результаты. Он даже побил количество лайков в сравнении с Мстителями Война Бесконечности. И уже скоро видео станет самым просматриваемым на канале Rockstar. Возможно, дело в отсылках на реальную жизнь. Игроки даже шутят, что игру так долго делали из-за того, что разработчики увлеклись новостями. То есть, бродящие по городу аллигаторы, женщина с молотком и рискующая молодежь – все это настоящие инциденты. Хотя, может, секрет популярности кроется в больших задницах. По крайней мере, они заинтересовали актера Неда Люка, сыгравшего Майкла в пятой части. Звезда блеснул своими знаниями и отметил, что в реальности попы поменьше будут. Но прозвучало это так, будто это его расстраивает. Кстати, к разговору о формах. Многие игроки высоко оценили эту девушку в бикине. Да, было дело. Возникло мнение, что это Лусия – главная героиня. У девушек схожие черты лица, совпадают родинки и серьговухи. Но нашлись и противники этой теории. Во-первых, у дамы в бикине нет родинок на подбородке. Во-вторых, у персонажей разный оттенок волос. В-третьих, у них разный размер груди. В любом случае, это пока только догадки. А какие теории о шестой GTA видел ты? Расскажи в комментариях, будет очень интересно почитать. Но после такой новости, мне кажется, комментарии предсказать тоже крайне легко. А большинство игр, недоступных на других площадках, можно получить на Case for Gamers. Более того, на платформе можно с легкостью пополнить Steam или продлить игровую подписку. Все покупки совершаются в пару кликов. Не надо париться с переводами валют. Плати хоть с банковской карточки, хоть с криптокошелька. На все товары действует гарантия. А с любыми вопросами тебе поможет русскоязычная поддержка, работающая круглосуточно. С промокодом от Игромании на скидку в 20% тебя ждет максимальная выгода. Не упусти ее. Переходи по ссылке в описании прямо сейчас. PlayStation сильно разочаровала своих поклонников. Последние несколько дней выдались непростыми. Сперва у пользователей отобрали часть купленных шоу. Все, никаких разрушителей мифов на PS5. Похоже, у Sony возникли трудности с лицензией после слияния Warner Bros. и Discovery. Из-за этого в сети с новой силой заговорили о превосходстве дисков и прочих физических носителей. Их никто не сможет отобрать. Но на этом проблемы пользователей не закончились. В PlayStation Network прошла волна блокировок, поэтому часть игроков получила вечный бан. А он закрывает доступ к купленным в цифре играм. Пострадавшие заявили, что никаких правил не нарушали. К счастью, через несколько часов геймерам вернули аккаунты. Sony заявила, что остальные геймеры могут написать в поддержку. Но осадочек все равно остался. Волна банов также прокатилась по Counter-Strike 2. Сообщество шутера и тематические форумы были переполнены жалобами игроков. Судя по всему, проблема оказалась в античитивак. Он разбушевался и разослал перманентные блокировки без каких-либо причин. Согласно статистике, количество банов в два раза превысило обычное значение. От этой ситуации пострадали не только обычные игроки, но и киберспортсмены. Valve уже исправила эту ошибку. Разработчики и раньше отзывали незаслуженные блокировки. В чем оказался корень проблемы на этот раз, точно неизвестно. Но в прошлом подобная ситуация была из-за сторонних приложений. Как ты мог заметить, сегодня со мной в Улыне коллекция Poety Legend. Этот кофе создан экспертами Poety из отборных зерен для оценителей высокого качества. Кофейные купажи с разной степенью бережной обжарки подарят наслаждение изысканным вкусом и ароматом. Убедиться в этом лично ты можешь по ссылке в описании. Инсайдер сообщил, что на TGA покажет новую игру от Arkane. После неудачи с Redfall студия намерена вернуться к одиночным играм в духе Prey. Возможно, нас ждет продолжение Dishonored. Ходили слухи, что авторы не закончили с этой серией. Стоит отметить, что с каждым часом вокруг церемонии возникает все больше домыслов. Так как Xbox обещала крупные анонсы, игроки ожидают в трейлеры Hellblade 2 и Clockwork Revolution. А Sony может привести геймплей Death Stranding 2. Учитывая дружбу Хидео Кодзимы и организатора Джеффа Килли, это не удивляет. Также поговаривают, что нам покажут следующую часть метро и трейлер DLC для Elden Ring. Убедиться в этом мы сможем. В ночь с 7 на 8 декабря. Наконец-то у ремастера второй The Last of Us появился смысл. Ведь он позволяет в полной мере насладиться брутальной боевкой. Все благодаря новому rogelike-режиму, в котором герои будут выживать против волн врагов. Разработчики рассказали, что на картах будут разные условия. Они сделают прохождение сложнее, но повысят стоимость наград. За победу над врагами будут выдавать ресурсы для улучшения оружия. Но прокачивать можно даже героев. Например, у Эбби можно открыть пассивку, восстанавливающую здоровье в ближнем бою. Некоторые журналисты уже опробовали новый режим. По их мнению, он увлечет геймеров на несколько десятков часов. Каждое прохождение уникально и полно крутых ситуаций. Вдобавок, интересно посмотреть на разнообразные скины персонажей. Одна беда. Матчи получились слишком короткими, поэтому полностью улучшить героев не получается. Из-за этого часть талантов осталась загадкой. Хочется верить, что продолжительность сражений поправят к релизу, который состоится 19 января. Bethesda выпустила крупное обновление для Skyrim. И она умудрилась сломать то, что прекрасно работало. Будто раскритикованного Starfield компании оказалось мало. Из-за апдейта пострадали моды, так как перестал работать скрипт Extender. Но разработчики уже работают над решением проблемы. А пока они трудятся, геймеры могут посетить магазин модов. В игре появился раздел «Творение», в который добавили как платный, так и бесплатный фанатский контент. Но цены в нем, честно говоря, огромные. Может показаться, будто авторы специально сломали одно, чтобы переключить внимание на другое. В любом случае, геймерам такое нововведение вообще не понравилось. Заодно пользователи пожаловались на очень неудобный интерфейс. 8 лет назад Bethesda уже пыталась продавать моды для Skyrim. И тогда разработчикам четко дали понять, что это плохая идея. Когда Batman Arkham Knight вышел на ПК, это был сущий кошмар. Похоже, ситуация повторилась с релизом игры на Nintendo Switch. Эксперт Digital Foundry назвал ее худшей из всех проектов, которые он обозревал. Экшен еле-еле выдает 25 кадров в секунду. И стоит сесть в этот мобиль, как все становится гораздо хуже. Игра превращается в слайд-шоу, которое постоянно подтормаживает. Более того, разработчики подрезали графику. Освещение, дальность прорисовки, детализация. Практически все выглядит смехотворно. А некоторые мини-игры вообще непроходимы из-за пропажи текстур. Пройти такие сегменты можно разве что вслепую. К сожалению, у Arkham Asylum и Arkham все эти дела не сильно лучше. У обеих игр есть проблемы с производительностью, хотя общая стабильность заметно лучше. Из-за этого специалист Digital Foundry пришел к выводу, что трилогия Arkham на Nintendo Switch — полный провал. По мнению автора, выпускать коллекцию в таком состоянии было нельзя. Ну а теперь настало время Блиц новостей. Создатели Robocop Rogue City трудятся над новой игрой. Сейчас команда только набирает сотрудников. По словам инсайдера, это будет ролевая игра от первого лица на Unreal Engine 5. Разработчики хотят добавить управление транспортом и нелинейную историю. Вышел дебютный трейлер нового дополнения для Wolong Fallen Destiny. В нем игроки отправятся в Троецарствие, где сразятся с полчищами демонов. Приобрести DLC можно будет на следующей неделе, 12 декабря. Еще одно дополнение получил зомби-экшен World War Z Aftermath. Игроков ждут новая сюжетная глава, расширение арсенала и дополнительные враги. Стоимость DLC составляет пять сотен рублей. Авторы Baldur's Gate 3 поделились новой статистикой. Всего приключения прошло больше миллиона игроков. 94% пользователей создали нового героя, а самой популярной возлюбленной стала Shadowheart. Об остальных подробностях можно узнать на нашем сайте. Ссылка на статью в описании. Кстати, один энтузиаст представил, как бы выглядели приключения Патрика Бейтмана из американского психопата в этом фэнтезийном мире. Ссылку на забавный кроссовер ты также найдешь в описании. Появились оценки новой игры по Аватару. Экшен от Ubisoft оценили в 71 балл на Open Critic. Но лишь половина авторов порекомендовала его к ознакомлению. У приключения хороший, даже интересный геймплей. Но впечатление портит унылые задания и скучная история. На этом выпуск подошел к концу. Увидимся завтра в четверг. Не скучай, пиши комментарий, ставь лайк. Конечно же, подписывайся на канал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!